Приветствуем, друзья! На библейском портале Экзегет отвечаем на ваши вопросы. Почему плохие помыслы приходят чаще, чем хорошие? Кто-то скажет, это еще счастливчик, который задает такой вопрос. К нему еще приходят хорошие помыслы. А за собой сознаю по преимуществу склонение ко злу во всяком моем движении непосредственно, выходящем из собственного ума или сердца. Так и Господь указывает, из сердца человеческого исходят помышления злые и все то, что впоследствии рождает грех, который, в свою очередь, уже рождает смерть, как вечное отчуждение от Бога. Если грех остается нераскаянным. А почему же такое точение крови, такое гноение непрестанное мыслительное происходит из нашей души? Мы же, кажется, не хотим как хуже, хотим как лучше. И правильные ориентиры напечатлевало в нас воспитание от родителей или при занятиях с нами священниками. Но, тем не менее, мы вынуждены признать справедливость ветхозаветного пророка, належит помысл человека на злое от юности его. И это действительное состояние поврежденной человеческой природы. Мы в этом родились. И в огрессиях родимя мать и моя. Не то, будто рождение материнское было в чем-то греховно. Хотя и признается у иудеев, некоторым образом, сопровождающая роды женская нечистота, после которой она только через 40 дней возвращается в храмовое общение, возвращается к обычному своему жительству в народе Израиля. Кстати сказать, и в православной традиции сохраняется для женщин 40-дневное отчуждение от таинств, после родов, не хочется говорить, что и после прерывания беременности, это как минимум, ну, вольный или невольный бывает еще, недоношенная беременность, тогда только через 40 дней женщине читается молитва, восстанавливающая ее церковное общение. Надо сказать, что в Израиле это было не всегда 40-дневное отчуждение, но иногда и 80-дневное. Это в том случае, если рождалась девочка, тогда 40 дней за то, что девочка, 40 дней за то, что родила. Таким образом, получается 80 дней, после которых уже приносится жертва в храме, и женщина возвращается к общению в Израиле. Но это, мы с вами вспомнили, ветхозаветные определения по порядкам новозаветной церкви. Эти дни нужны женщине для восстановления душевных и телесных сил, и тогда она уже принимает молитву 40-го дня. И после родов на 40-й день, или после невольного прерывания этой беременности, не скажу про тяжкий грех, детоубийство, аборт, ибо здесь уже на вход вступают, видимо, какие-то, если женщина кается, какие-то еще дисциплинарные рекомендации по отчуждению от святого причастия за этот тяжчайший из грехов. Но, тем не менее, так или иначе, но рождается человек в жизнь эту не только и не столько греховностью, сопровождаемой материнских родов, сколько в связи с тем, что он наследует от родителей человеческую природу, поврежденную грехом. Мы не знаем точно и досконально, что есть прежнее облачение, в котором были одеты Адам и Ева в раю. Знаем только, что они были наги и не стыдились. Но теперь облаченные в кожаные ризы, как говорят святые отцы, и в эту нашу дебелую, болезненную и умирающую когда-то человеческую плоть, мы знаем, что Адам был совлечен своей первой одеждой. А первая одежда, по предположению некоторых святых отцов, была светла. Она была самим светом благодати, который пребывал на первозданной чете. Так что их некоторая слепота к наготе друг друга была связана не с их ущербностью, а с их одеянием в ризу света, в ризу благодати. Ведь не просто так было ежедневное их общение с самим Богом, прогуливающимся в прохладе рая. Эти образы говорят нам о великом единстве пребывания первозданной четы с Богом своим, с которым они были как-то на коротке, очевидно, будучи защищены этой великой благодатью, этим светом, в который были одеты. Но они потеряли его после грехопадения. И те ризы кожаные, в которых мы с вами рождаемся, они уже причастны к греху. Они уже несут в себе душу. Это наш телесный состав. Эти кожаные ризы несут в себе таинственным образом, соединенную с телом душу, склонную к творению всякого греха. В центре человека находится вместо первозданной любви и благодарности к Богу оказывается его самость. Именно ее ставит святитель Феофан в центр греховных областей, которыми больна всякая человеческая душа. В центре самость, а вокруг нее словолюбие, сребролюбие и сластолюбие в разных их видах и производных. Именно поэтому мы, рождаясь на свет, несем с собой поврежденность человеческой природы и склонность ко всякому греху, растущую вместе с розрастом человека. Взрослее становится дитя, тем яснее в нем проявляются и гордыня, и капризы, и плотские похоти. Именно потому и говорит народ. Маленькие детки, маленькие бедки. Неудобство запечения о младенцах нельзя сравнить с тяжким трудом борьбы с грехом уже в подросшем. Ребенке, который уже загадывает загадки для родителей, уже гораздо более сложные, чем сменить памперсы, или накормить кашкой, или уберечь от неосторожного прикосновения к опасным предметам. Тут уже выросшая вместе с молодым человеком или девушкой греховность начинает загадывать гораздо более сложные загадки для родителей, как ее преодолеть, как научить ребенка различать добро и зло, как научить любить свет. И только боголюбивый родитель способен собственным примером и молитвой, и всяким действительно просвещенным попечением о ребенке преодолеть эту силу злых помыслов, которые неизбежно приходят к выросшему их ребенку. Так что не будем удивляться этому удобопоползновенному нашему состоянию ко греху, но будем встречать его взрослее с готовностью, вооруженные всеми богом данными орудиями, и постом, и молитвой, и всеми церковными устроениями, и таинствами, которые помогают сделать власть греха над нами ничтожной, ибо сам бог борется за тех, кто призывает его воистине и намерен вместе с ним потрудиться над искоренением грехов и их последствий из собственного сердца. Субтитры создавал DimaTorzok